Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава пророка Михея, я прочитаю ее в своем переводе, мы читаем ее в рамках проекта «Экзегет». Она начинается со слов, которого очень хорошо знакомы, наверное, всем христианам. «А ты, Вифлеем, Афратах, и темал среди родов Иудеи, из тебя придет ко мне тот, кто будет править в Израиле». «Происхождение его из древли от дней вечных». Конечно же, это пророчество, которое в Евангелии от Матфея приводит Ироду, когда он интересуется, где должен родиться новый царь Израилев. И, в общем, пророчество, которое не вызывает никаких споров. Но ясно же сказано у Михея, что в Вифлееме «Эфрата» – это название, скорее всего, рода, который там живет, и он относится к колену или племени Иуда, Иудея. Я напомню, что Вифлеем был родным домом царя Давида. И поэтому как раз Евангелие рассказывается о том, что именно в Вифлеем отправились Иосиф и Мария, когда Мария должна была родить Иисуса. Там была перепись, но это такое внешнее обстоятельство. То есть Давид и его потомство связаны с городом Вифлеем. И, по-видимому, для пророка Михея, в общем-то, речь идет о законном царе на престоле Израиля. Он не уточняет, каком. Ну вот, придет тот, кто будет править в Израиле, значит, из Давидова потомства. Это все понятно. И вдруг неожиданно происхождение его из древля одни вечных. Вот то, что приподнимает эти слова над повседневностью. Ну, просто еще один царь из Давидовой династии. Их же было много. И то, что, наверное, из древля заставляло задумываться о приходе какого-то особого царя, которого мы называем Мессией или греческим словом Христос, что и означает Мессия, помазанник в переводе. И мы можем задаться вопросом, а где эта граница между исторической реальностью? Кто-то там кого-то увидел и назвал, что это царь из колена Иуда из города Вифлеема. Ну, их было много. И такой перспективой, которая именно мессианская, которая с нашей точки зрения сбывается в рождении Иисуса. Думаю, что этой четкой грани нет. Потому что Мессия в конечном счете – это царь с большой буквой. Это тот, кто исполнил вот эту роль потомка Давида на престоле Израиля лучше всего, полнее всего, вернее всего. Но дальше, в общем, ничего такого особо мессианского нет. Но речь идет явно про то, что должно предшествовать этому особому царю. Потому оставит сынов Израилевых до тех пор, пока не родит рождающие, не вернутся к ним оставшиеся братья. То есть, все это произойдет только после того, как состоится некое собирание израильского народа. «Встанет и будет пасти их силой Господней, великолепным именем Господа, своего Бога, и будут они спокойны, ибо отныне возвеличится он до краев земли. Это и будет мир». Ну, понятно, что, соответственно, здесь речь идет о том, что сейчас бедствие, сейчас все не очень хорошо, но в какой-то момент этот новый царь появится, но не раньше, чем народ соберется. То есть, даже приход мессии должен быть подготовлен. Он не может прийти вот так в пустоту, в никуда. А пока будет все довольно трудно. Когда Ассирия пойдет на нашу страну, будет крепость и наши попирать, мы выставим против нее семь пастухов, семь вождей человеческих. Мы не знаем точно, кто это, вряд ли это семь царей, потому что, ну, эти семь царей, просто непонятно кто, не было в это время в Израиле семи царей. Может быть, речь идет о каких-то защитниках, которые будут помогать израильтянам, может быть, даже изнутри самой Ассирии. Семь пастухов, восемь вождей человеческих. То есть, какое-то количество. Это семь-восемь, n плюс один, современная формула, она обычно означает то, что будет некоторое количество, непонятно точно какое. Они мечом захватят в Ассирии власть, будут править в воротах страны Немрода. То есть, какие-то внутренние междоусобицы в Ассирии помогут израильтянам защититься. И это, естественно, понимается как действие Бога, как действие, направленное на защиту своего народа. Даже вот таким образом Бог может на эту историю влиять. «Избавит он нас от Ассирийцев, когда вторгнутся в нашу страну, будут наши пределы попирать, и будет остаток Иакова посреди множества народов, как роса от Господа». Вот тот самый остаток, который сохраняется, невзирая на все бедствия. И он как роса. Роса то, что возникает само собой. Человек ее не делает. Человек не может ее вызвать. Он может лишь ей воспользоваться. «Как ливень на поля, что не ждет человека и не медлит ради сынов человеческих». То есть все это само. «И будет остаток Иакова между племен посреди множества народов, как лев среди лесных зверей, львенок среди овечи хатар, помчится, растопчет, разорвет, и никто не поможет». Вот понятно, что сегодня мы, может быть, говорим о роли Израиля, как роли народа-просветителя, народа, который являет другим народом вести о Дином Боге. Но здесь он еще и победитель, здесь он еще и такой блистательный воин. «Поднимется рука твоя на твоих врагов, их изничтожит. И будет в тот день пророчество Господа для них коней у тебя, от нему колесницы уничтожен». Это с сирийцем. «От нему города твоей страны, все крепости разрушу, от нему у тебя колдунов, и гадателей твоих не будет больше». Они же язычники. Вот военный триумф, он подразумевает и религиозный триумф. Поэтому от нему твоих идолов и священные столбы, чтобы не поклонялись предтворению своих рук. «Срублю твои деревья Ашеры, языческая богиня, города уничтожу в гневе, ярости отомщу непокорным народам». Вот к концу пятой главы Михей добрался до победы Израиля. Он очень долго и подробно говорил о поражении, но как и прочие пророки, он говорит о том, что в конечном итоге победа будет за израильским народом. И тем не менее, это еще не значит, что у Израиля все однозначно хорошо. Об этом будет следующая шестая глава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok